на канал the get поступил следующий вопрос как бороться с сомнениями в вере дело в том что сомнения в вере для человека хоть теперь не естественно вообще уму собственно сомневаться и порой человек слишком серьезно относится к вере не хочет быть легковерным ему надо получить духовный опыт подтверждение какие-то доказательства ну к примеру даже апостолы имели сомнения и немалые сомнения вот как-то читали мы воскресные евангелие о том как господь явился апостолам на горе в галилеи где они собрались воскресший господь и иные поверили ему а иные усомнились и господь говорит им не обращая внимание на сомневающихся да нам не всякая власть на небе и на земле идите научите все народы крестяя их во имя отца и сына и святаго духа учая к всему что это поведал вам если я с вами во все одни до скончания века то есть господь не обращать внимание на же сомнения не обращает внимание он сам действует нашей жизни он все говорит нам научиться слушать его но нам нужно проще относиться к нашим сомнениям они всегда будут что нужно сделать чтобы сомнения постепенно рассеивались во-первых нужно просить у бога веры вера это дар божий невозможно прочитать все книжки духовные даже мало будет прочитать священное писание все же требуется особое действие божие дар божий который есть вера вера дается тем людям которые ее ищут ищите и найдете стучите творят вам поэтому и нужно у бога просить веры самое главное мы зачастую просим здоровья можем просить какую-то помощь нашим родным близким детям но не так часто мы просим самого главного веры а будет вера все остальное приложится к этому потому что но богу совсем не трудно помочь нам в плане здоровья и помочь нам родным близким нашим это не так важно все же важнее всего чтобы были верующим потому что вера спасает они веру человек не может войти в царство небесное поэтому веру надо спрашивать это очень важный момент следующее вера требует все же самое отречение потому что но мало просить надо еще быть готовым на то что господь нам даст господь даст на веру но ведь надо жить по вере а чтобы жить по вере надо жить не по своим мыслям чувствам и желаниям привычкам а надо насколько это возможно отрешиться от них и тогда вера войдет наше сердце и тогда вера будет главным содержанием нашей души если там ничего мешать ей не будет еще что необходимо для развеяния всяких сомнений необходимо некое такое духовное напряжение нужен труд когда мы просим у бога и появляются сомнения все-таки с определенным трудом найти сомнения отодвигать сторону не обращать на них внимание если мы сомневаемся в том что господь нам может что ли но и дать значит мы еще не достойны этого дара если мы просим что-то у бога говорим богу и усилием наши веры говорим господи мы немощные мы слабые мы малоопытные но мы примем тебя все что-то нам дашь который отодвигает в сторону всякие колебания который помогает нам с некоторым таким духовным напряжением обращаться вову делать нас достойными отклика вот мы прочитаем слова апостола иакова как он говорил о вере и о сомнениях он говорил так если у кого-то из вас не достает мудрости допросит у бога дающего всем просто и без упреков и даст ему но допросит с верою немало не сомневаюсь потому что сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемый и развиваемый да не думаю такой человек получить что-нибудь от господа человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих поэтому будем умерять свои мысли фокусироваться на самом главном и всякие сомнения от наших трудов от нашей обращенности к богу от от желания принять что-то у бога искренне всем сердцем все эти сомнения уйдут развивиться вера нашу крепится внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео